Тюменская арена Одинаковый счет еще не показатель идентичной игры, даже если добыт он в овертайме. Выбедиться в этом смогли хоккеисты Рубина, трижды уступившие в гостях. Русская классика, как выходить на лед под открытым сибирским небом, в декабре продемонстрировали ветераны хоккея. Теперь на очереди действующие мастера высшей лиги. Новый тренер «Новые задачи». Футбольный клуб Тюмень определился, по чьим началам начнет поход по возвращению в ФНЛ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редкий момент, когда за серию поражений команда не заслуживает упреков. В чемпионате высшей хоккейной лиги Рубин завершил тяжелейший выезд. Три раза подряд вице-чемпионы лиги были втянуты в овертайм. Если раньше добавленное время было синонимом победы сибиряков, то сейчас ситуация развернулась в обратную сторону. Три проигрыша, причем с одинаковым результатом. 1-2. Сначала уступили в Твери местному «Динамо». Если после этого поединка тренерский штаб имел большие вопросы к игрокам, то во встрече со Сканевой в Санкт-Петербурге упрекнуть команду Михаила Звягина было практически не в чем. В битве лидеров в ВХЛ ключевым стал эпизод на 59-й минуте. Данил Агерчук влетел в Андрея Рычагова, причем попал форварду Рубина в голову. Арбитры не обратили на эпизод никакого внимания, и тогда Станислав Калашников по неписанным законам кинулся заступаться за партнера. Агерчук мгновенно растерял весь запал и агрессию. Арбитры же не просто удалили тюменского защитника, но и дали ему двойной малый штраф, который, таким образом, зацепил еще и овертайм. А 4 на 3 это гораздо опаснее, чем классическое большинство, что и доказал Кирилл Питьков, в ближнем бою переигравший Алексея Артамкина. В основное же время матча команды обменялись голами. Счет хозяева открыли во втором периоде усилиями Василия Глотова. Но тюменцы быстро ответили. Комбинацию с участием Дениса Давыдова и Рычагова завершил Егор Попов, забросивший уже шестую после возвращения в Рубин шайбу. Тюменцы вообще играли против питерских армейцев с позиции силы и перебросали оппонента. Но оба голкипера действовали выше всяких похвал и не оставили свои команды без набранных очков. Что касается нашей команды, в общем-то, по сравнению с прошлым матчем, сегодня все было намного лучшее. Хорошая игра, хороший накал, самоотдача, стратегии игры, в общем-то, хорошо сегодня играли. Не знаю, статистику не смотрел, но мы, если проиграли, то не во многом. Немножко омрачила, конечно, концовка. Надо посмотреть там еще. Двигаемся дальше. Через день следующий соперник. Самым тяжелым в следующей встрече с питерским «Динамо» стал первый период. Хозяева перебросали Рубин 18-7. Благо Егор Назаров выручал раз за разом. Да еще и статистический перевес белоголубых диктовали три удаления в составе тюменцев, при том, что местный клуб арбитры не наказали ни разу. Такие нахватали непонятных удалений. То есть, как бы, наступают «Динамоцы» на клюшки наши специально падают, откровенно симулируют, но ничего страшного. Мы накажем по-другому их за это. Второй отрезок встречи получился гораздо более ровным. Однако в его концовке «Динамо» сумела открыть счет. Точный бросок удался Александру Кулагину. Впрочем, Рубин поддержал Реноме одной из самых волевых команд чемпионата. На 48-й минуте Михаил Железнов пробил Дениса Синягина. После чего дело уже в лучших традициях тюменского клуба перетекло в овертайм. В 15-й раз за 36 матчей чемпионата. Удача в формате 3 на 3 улыбнулась хозяевам. Победный гол провел Александр Шевченко. Я как Дед Мороз уже третью игру проживу. Подарки раздаемые. Третье овертайм у нас. Один бросок гол. Где-то нагрешили мы, видимо. Что так все происходит. Ну, прекрасная атмосфера. Как всегда в Санкт-Петербурге. Я думаю, болельщики получили удовольствие от сегодняшней игры. Две команды сегодня, не щадя себя, наверное, сражались. В общем-то, доволен. Доволен тем выездом, как мы провели его. Да, где-то что-то не получилось, но и команды были подобающие. Сегодня Рубин очередную встречу в чемпионате ВХЛ провел в нетривиальном формате. Сибиряки приняли Курганское за Уралия на футбольном стадионе «Геолог» в формате русской классики. Об этой встрече мы расскажем завтра. Тюменский легион снова кусает локти. В матчах против оренбургских сарматов все было в руках, коньках и клюшках сибиряков. Но в сухом остатке подопечные Владимира Гусева не смогли разжиться даже одним турнирным балом, потерпев два досадных поражения. В первой встрече дверь на пути к победе хозяев закрыл несчастный случай. Стартовый отрезок должен был оставаться за тюменцами, но Александр Головин не реализовал импровизированный буллет, да и его партнеры не могли зажечь красный свет из выгодных позиций. Расплата за расточительность настигла их во втором периоде. У гостей мало что получалось в равных составах, зато получив большинство, сарматы быстро им воспользовались. Защитник Леонид Ухмылов, имеющий опыт выступления за океаном, со второй попытки навел свой прицел на девятку ворот Алексея Щетилина 0-1. Однако легионеры в долгу не остались. В заключительной 20-ти минутке они также использовали лишнего игрока. Головин нашел передачи из-за ворот Евгения Волкова, который был точен 1-1. И эти игры, я так думаю, предупреждал ребят, что будут они нелегкими. И как бы мы знали это, потому что команда обученная, команда молодая, быстрая, то есть перспективная. Я думаю, что у них большое будущее. То есть ясно, что они сегодня на 3-4 года младше, это большой разрыв, будем говорить, возрасте. У нас команда постарше, я вообще как бы надеялся, я говорю, но почему-то меня не услышали ребята до конца. Хотя в конце собрались, но, слава богу, забили, слава богу, что набрали два очка, выиграть смогли. А вообще команда, видно, и тренерская рука там, и команда хорошая, Тюменский легион. И все бы ничего, да вот только фортуна в этот вечер явно симпатизировала кочевникам. Шайба буквально гуляла по линии их владений, зато рядовой заброс в зону тюменцев дезориентировал Щетилина. А Иван Тимашев оказался на чеку. Накрыть нападающего защитой легиона не успело, и за три минуты до сирены гости вновь повели в счете. От такого конфуза сибиряки оправиться не смогли и пропустили третью пробоину в следующей же атаке. Точку в матче поставил лучший бомбардир оренбургцев Максим Махрин. Победа Сарматов 3-1. Я был уверен, что выиграем в основном. Ваня Тимаша забил, хорошо, 2-1 сделал. Там уже повезло мне, что я забил. В повторном поединке кочевники не стали откладывать дело в столь же долгий ящик. Тюменцы испытывают проблемы со скамейкой запасных и заявили на игру практически всех игроков, которые были здоровы. У нас всего лишь в данный момент один игрок, которого мы можем поменять. Остальные там и Лужин есть у нас, и Бурлуцкий, и Абрамов. Ребята, которые, ну я думаю, ненадолго они, может даже на выезд они уже будут готовы. Сарматы ушли вперед уже в старты в 20 минутки. Сначала капитан гостей Владимир Ипатов распечатал ворота Щетилина. А за 12 секунд до перерыва Иван Кирилецкий, казалось, окончательно испортил настроение легионерам. Однако хозяева раньше времени играть не бросили. И в оставшиеся мгновения усилиями Андрея Коваленко и Никиты Брютова одну шайбу отыграли. Дальше больше. Во втором периоде Волков уравнял шансы. Однако Сарматы вовремя опомнились и воспользовались пресловутой разницей в возрасте. Оренбуржцев в среднем старше тюменцев на 3-4 года. И в заключительной трети просто перебегали соперника. Иван Назаров оформил дубль. Подшифные Гусева не сдавались вплоть до финальной сирены. Но все, что им удалось, отыграть одну шайбу с силиями Дениса Филатова. Поражение 3-4. Мы вроде сравняли, ушли после второго периода счет 2-2. И два неудачных брасывания нас подвели. Забили голы. То, что требуем всегда очень строго сыграть. Но, к сожалению, не получилось в этих ситуациях. Побольше в этих играх, ну не в играх, а именно сегодня, дали именно нашим молодым игрокам попробовать себя. Потому что это уже как бы они на будущее уже идут. На следующий год как бы уже тоже с присмотром это все делаем. Потому что парни должны оббиваться и будут, я думаю, все равно получать время. Но, опять же скажу, если они этого будут заслуживать, ну не будут заслуживать, значит найдем, ну подыщем в школе других ребят. Следующие встречи легионеры проведут 23 и 24 декабря в Екатеринбурге против одного из лидеров конференции «Восток» – «Авто». Футбольный клуб «Тюмень» обрел нового главного тренера. Им стал 49-летний специалист Игорь Меньшиков. Преведущим местом работы наставника был ротор. Под его руководством волгоградцы ушли лидерами на зимнюю паузу первенства ФНЛ. Именно по этой причине становится ясно, что переход в «Тюмень» не был связан со спортивными результатами. Ну, конечно, было тяжело, но я бы не хотел. Были свои, скажем так, моменты, которые меня не устраивали. Поэтому как раз здесь очень вовремя подоспело предложение с «Тюмень», и я перешел в «Тюмень». После разговора с Александром Валентиновичем, в принципе, мы хорошо поговорили, благотворно. Я долго не думал, с родными посоветовался и принял предложение. С «Тюмень» у меня есть ситуация. Во-первых, у меня отец, да, он сам родом из «Тюмени». У меня здесь очень много родственников, то есть и дядьки, тётьки, и племянник здесь сейчас живёт. Поэтому я сам, у меня и написано в паспорте дата рождения и место рождения. Тюменская область, город Сургут. Поэтому я здесь считаю, что для меня второй, не второй, но близкий город. Срок действия соглашения рассчитан на полтора года. Перед новым наставником поставлена задача вернуть команду по итогам следующего сезона в ФНЛ. Яркий спектакль на заснеженной ледовой площадке подарили болельщикам участники товарищеского хоккейного матча в рамках проходящего в «Тюмени» русской классики. Команда местных игроков, которые уже завершили профессиональную карьеру, но в разное время выступали за «Рубин» и «Газовик», встречалась со сборной руководителей ВХЛ. Напряжённое противостояние завершилось результативной ничьей 6-6. Хозяева решили напомнить о прошлом и выбрали для команды название не просто историческое, а связанное с самыми истоками тюменского хоккея. Водник. В их рядах образовался симпатичный сплав опыта и молодости. Бок о бок на льду действовали как представители старой закалки Игорь Латышев, Павел Плотников, Валерий Дудзинский, так и мастера новой школы – Владимир Гусев, Рустам Камалов, Владислав Дашкевич и многие другие. Однако уже по ходу встречи участникам пришлось упрощать свою игру из-за нежданно нагрянувшей метели. Немножко непривычно было после стольких лет, когда не играешь на морозе. Снег мешал, конечно, красивому комбинационному хоккею. Ну, лучше, конечно, мороз. Лучше пусть было бы похолоднее, но лед был бы более чистый, потому что, ну, шайба все-таки застревала. Я думаю, люди, кто поигравший побольше, посерьезнее, чем я, я думаю, тоже мои слова подтвердят. Ну, действительно, было тяжеловато играть, поэтому надеюсь, что завтра будет, может быть, чуть попрохладнее, но более ясная погода. Потому что, конечно, тяжело хоккеистам в такую погоду играть, показать какой-то хороший комбинационный хоккей. Участие в матче приняло сразу три Гусевых. Алексей и Сергей бороздили площадку в составе сборной ВХЛ, Владимир защищал цвета тюменской команды. Именно за наставника молодежки Рубина, пожалуй, было обиднее всего в концовке встречи. За 20 секунд до сирены он поразил пустые ворота и уже видел, как цифры на табло изменились на 7-5. Однако, после продолжительного обсуждения, арбитры решили, в ходе атаки сибиряки нарушили правила. Гол был отменен, а тюменцы наказаны булитом. Его реализовал Голым Мамбеталиев. Спортивный директор «Номада» оформил хит-трик и принес ВХЛ-овцам ничью, которая еще за пару минут до этого выглядела недостижимой целью. Интересная игра была. Играли практически против всех ребят, с которыми раньше играл. В караганде, в армии служили. Интересная игра получилась. Непривычно, правда, на снегу играть. Ну, так, в принципе, нормально. Не ушел с площадки без заброшенной шайбы и исполнительный директор ВХЛ Кирилл Пафифов, который развеял сомнения журналистов о том, что ничейный исход был спланирован заранее. Никто не договаривался. На самом деле, вы видели, какая была концовка. И удаление было, и булит дали. Поэтому мы играли по-настоящему. Может быть, просто вначале не были такие там большие скорости, присматривались. А так, получилась очень хорошая игра. И очень здорово, что мы как раз протестировали арену полностью в подготовке к завтрашнему матчу. С полной серьезностью к поединку отнесся и наставник Рубина Михаил Звягин. Да так, что во время первого перерыва в срочном порядке доукомплектовал свою амуницию хоккейным шлемом. Так там упал что-то так. Думаю, е-мое, не хватало еще голову разбить еще до завтра, чтобы выйти перевязанным. Вот будет тогда комедия, да? Поэтому одел шлем. Все-таки хоккей, она такая игра, что лучше в шлеме. Надежнее. А матч запомнился, в общем-то, я уже говорил, да? Прекрасная атмосфера. Со многими ребятами лично знаком. С кем-то играл, с кем-то. В других командах пересекались. К сожалению, сейчас только возможность видеться осталась только здесь, на хоккейной площадке. Поэтому тряхнули стариной, как говорится. Еще одним значимым событием уже после окончания встречи стало награждение памятным перснем тюменского арбитра Сергея Черезова. Он стал первым судьей, который отработал в лиге 500 матчей. На аванс-сцене в «Жемчужине Сибири» будущее российских лыж. В Тюмени завершились все российские соревнования среди юношей и девушек в возрасте 19-20 лет. В заключительный день прошли масс-старты свободным стилем. У девушек на дистанции 15 километров лучшей стала Евгения Крупицкая. На предпоследнем круге представительница Санкт-Петербурга оторвалась от преследовательниц и уверенно финишировала первой. В планах у меня было как раз подергать группу на предпоследнем кругу. Так и получилось все. Я больше люблю, если честно, дистанционные гонки. Спринцы мне даются намного тяжелее. Так что я могу сказать, что я больше дистанционничество. Второе место на финише разыграли две спортсменки. Кристина Кускова из Московской области опередила Тюменко Наталью Микрюкову. Тем не менее, именно хозяйка трассы стала единственной, кто брал медали во всех трех гонках. Ранее она поднималась на пьедестал подсчета в спринте и разделке на 5 километров. Наверное, на 100%, потому что вообще для меня длинная дистанция, не мой конек. И как-то сегодня было легко и очень хорошо. Лыжи работали. Прям великолепно. Потрясающе получилась гонка на 30 километров у мужчин. Перед заключительным кругом в лидирующей группе бежали 7 человек. Сергей Волков из Московской области на первые роли в ней не выходил, но на финише выдал рывок, который и стал победным. Во-первых, наша команда сегодня, это юниорская команда сборной страны. У нас установка была работать с самого начала до самого конца на максимум. Вот. Что, в принципе, у нас сегодня получилось сделать. И в конце я просто, наверное, в плане взрывных способностей, немножко посильнее, ребята, остальных. И у меня получилось реализовать все. Сразу 6 человек, согласно итоговому протоколу, отстали от Волкова на 1,03 секунды. Их рассудил фотофиниш. Серебро в итоге досталось Андрею Кузнецову из Ярославской области. Бронза – москвичу Артема Васильеву. Очень приятно. Тем более, я на спуске ехал четвертый, и увидел, как слева есть место, и начал туда перестраиваться и бороться за второе, третье место. Соревнования в Тюмени стали стартовым этапом отбора на первенство мира среди юниоров. Медали брали те, от кого этого и ждали. Но настоящая рубка за путевки на Планетарный форум развернется уже в рамках второго этапа. Мы посмотрели, посмотрели их в борьбе, посмотрели все дисциплины. Те дисциплины, на которых будет проводиться отборочный старт в городе Кирово-Чепецке 21 по 26 января. Вот там уже будет окончательный отбор на первенство мира. Вензелинский центр культуры и досуга «Вернисаж» на вечер стал универсальным спортивным объектом. И восхищались на торжественной церемонии в учреждении Тюменского района вовсе не портретами и пейзажами, а достижениями местных атлетов, которых они добились в выходящем 2019 году. Световое шоу, танцевальные номера, выступления силачей. В клочья разорванные листы бумаги, скрученные сковородки, ломающиеся грелки. Мощь Тюменского района, кующего спортивные кадры для сборных региона и страны, чувствовалось даже в культурно-развлекательной программе. В рамках ежегодного конкурса «Спортивная элита» были подведены итоги в нескольких номинациях. Лучшими атлетами по олимпийским видам признали пловца Дмитрия Мальцева, двух биатлонистов, выступающих за сборную региона, Ильдана Бакиева и Даниила Соловьева, а также завершившую, прошедшую осенью карьеру, стреляющую лыжницу Марию Халманских. Последний курс, это учусь в Западно-Сибирском колледже, заканчиваю учебу и, наверное, поступаю на высшее, а так, ну да, наверное, в будущем буду заниматься тренерской деятельностью. Не осталось без награды и наставница биатлонного трио Вера Копнина. В этот вечер за колоссальный труд в развитии физкультуры и спорта ее отметили не раз. Среди атлетов, отстаивающих на соревнованиях честью Минского района, по видам спорта, не входящим в программу Олимпиад, подчеркнули достойные результаты борца по карэшу Максима Морозова и лаптежника Антона Кропачева. У нас неплохо в этом году выступили гиревики, вы знаете, да, тут чемпионат Европы, Майер, то есть как бы вот с рекордом причем, поэтому это тоже наш воспитанник из Багандинки, но мы рады и гордимся за то, что у нас, ну вот, удается нашим спортсменам, то есть выходить на этот уровень, да, то есть и показывать такие результаты для себя, для страны, для региона. Среди атлетов с ограниченными возможностями здоровья, признательность получил незнающий поражение в состязаниях по бочи Евгений Иванов. Сейчас действующий спортсмен на тренировках оттачивает не только собственное мастерство, но и занимается с детьми. Надо вот каждый день работать, чтобы нарабатывать, нарабатывать, часами нарабатываешь эти броски, что, ну, иногда да, надо и полежать, вытянуться. Я вот, например, у меня среда выходной, что я вот уже чисто дома лежу, вот так сказать, лежу уже, не встаю, все, надо приходить в форму. Потому что четверг, пятница, опять вот, ну, дурдом, так скажем, дурдом начнется. В торжественной обстановке награды получили и самые спортивные семьи района – Ахметовы, Копнины и Григорьевы. Нашли своих обладателей и грамоты лучшего учителя физической культуры и детского тренера. Бензеля, где мы с вами находимся, здесь выбрана эта территория для строительства крытого ледового катка на следующий год. И это будет первый, да, искусственный лед в Тюменском районе, поэтому я думаю, что наши хоккеисты так давно этого ждут. Чемпионат Тюменской области по волейболу в последние годы стабильно радует массовостью. Количество его участников на постоянной основе балансирует в районе 70. Команды городов, районов, крупных предприятий. Но в этой массе есть один по-настоящему уникальный коллектив. Село Масали – Упоровский район. Численность населения чуть меньше тысячи человек. Что этому населенному пункту совсем не мешает быть полноправным участником областного волейбольного чемпионата. Более того, играть в первой лиге, впервые в истории. Мы считаем, что это вообще на данный момент гордость нашей земли, потому что это важно. Переход нашей команды из второй лиги в первую. Волейбол в Упоровском районе всегда был в почете. Здорово играли в Масалях. Но 90-е прошлого века сказались на всех сферах сельской жизни. Возродил волейбол в небольшом селе на базе своего набиравшего обороты предприятия Александр Яковлев. Я на этой земле с 27 ноября 1975 года. То есть это уже, сказать, моя вторая малая родина. Ну и, наверное, помню аксиомное выражение, которое стало аксиомным, что в хорошем коллективе здоровый дух, так сказать, тогда, когда люди занимаются здоровым образом жизни, а это, конечно, в первую очередь игровые виды спорта. Поэтому хоккей, футбол, волейбол, он всегда был на высоте в наших коллективах. Именно Яковлева и можно назвать главным болельщиком Масалей. Волейбольная команда за эти годы стала для него по-настоящему родной и помогает всем, чем может. Дело еще и в том, что Александр Петрович сам в свое время неплохо смотрелся на площадке. Я в свое время сам играл за вторую сборную сельхозинститута, вот, поэтому мог наглядно показывать молодым, как это все делается, как проводить тренировки, какие группы мышц развивать. Потом у меня, значит, два моих первых сына, они очень хорошо тоже в волейбол играли. Все мои специалисты прошли в школу легенды нашего волейбола Виталия Тимофеевича Пахомчика. Становление команды проходило непросто. Для начала заявились во вторую лиду. Именно с тех пор бессменным капитаном команды стал Сергей Петров, коренной житель села. В волейбол всегда у нас был самый, как бы, такой распространенный вид спорта. То есть мы всегда были на первых рядах в Упоровском районе, то есть когда в те далекие времена гремел и совхоз, и Мутлинский, то есть и все остальное, все это пошло. То есть в Упоровском районе всегда волейбол был развит, то есть мы так же и у нас, то есть генеральный директор всегда любил волейбол, занимается и до сих пор ходит. То есть это традиции и они как бы продолжаются. В областном чемпионате Масалинские волейболисты адаптировались быстро. Едва ли не сходу стали грозой второй лиги, а в прошлом сезоне завоевали в этом дивизионе серебро. И вот уже автоматом повышение в классе. Для меня это не тяжело, потому что я в волейболе давно, то есть я заканчивал Сильхозинститут, тренировался у Пахомчика Виталия Тимофеевича, то есть играл пять лет за команду института. То есть как бы для меня это все знакомо, но в любом случае, то есть так как мы редко играем, то есть практики просто не хватает. А так в принципе первая лига, конечно, интересна, то есть уровень высокий, то есть игры все напряженные. Волейбольная команда – настоящее достояние Масалей. На примере взрослых спорту тянутся дети. Пусть и не столь быстро в состав вливается молодежь. И это только начало большого пути. Дети тренируются, подростки, взрослые тренируются постоянно прям. Потому что спонсор есть, тренер есть, и тренируемся. Ты, получается, самый молодой, да, игрокоманды сейчас? Как себя в этом коллективе ощущаешь? В целом отлично. Отлично, меня поддерживают постоянно. Получается, не получается, все равно поддержка идет колоссальная, очень мне нравится. Было бы желание, возможность найдется. Команда из небольшого села в Упоровском районе тому пример. И в год дебюта в первой лиге волейболисты Масалей играют достойно, идут на шестом месте среди лучших 16 любительских команд области. В Тюменском институте физической культуры состоялся день открытых дверей. Кольцерно-спортсменам мы создаем самые лучшие условия для обучения в нашем институте, в том числе использование интерактивных технологий, в том числе использование электронных средств коммуникации и через электронную почту, и через скайп, общение. Они индивидуально работают с каждым преподавателем по своим траекториям. Для того, чтобы стать студентом этого вуза, в обязательном порядке необходимо набрать как минимум 40 баллов ЕГЭ по биологии, столько же на экзамене по русскому языку, и приложить максимум усилий при сдаче нормативов по общей физической подготовке, как, например, связующий молодежного состава волейбольного клуба Тюмень Дмитрий Гулак. У меня папа детский тренер, который обучался именно здесь, поэтому я тоже хочу сюда поступать. Питер и связать свою жизнь со спортом. ГТО в Тюмени София, подвижная девочка, любит спорт. В первом классе получила бронзовый знак отличия. Теперь я хочу получить золотой знак, а ты? Подтянись к движению, получи свой знак отличия. Это был последний сюжет на сегодня, но не забывайте о нашем сайте asenta.ru, там вы всегда сможете найти еще больше свежих новостей спорта. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова